Почему мы не помним, как родились? Каждый из нас хранит в памяти многие события детства. Однако, даже при большом желании мы не можем запомнить все. Практически никто из взрослых людей не может вспомнить момент своего рождения и первые годы жизни. Наши воспоминания обрываются примерно с 3-7 лет. Термин «младенческая амнезия» ввел Зигмунд Фрейд в 1899 году. По мнению Фрейда, взрослые не способны запоминать события первых 3-5 лет своей жизни, так как в течение первых лет жизни ребенок испытывает агрессивные и часто сексуальные побуждения в отношении своих родителей. Но эта идея носила односторонний характер и не прижилась. Возможно, основной причиной амнезии детства являются различия в кодировании полученной информации у детей и взрослых. Если взрослый человек способен хранить в памяти много данных, то у ребенка они периодически пропадают. Процессом формирования воспоминаний занимается сеть нервных клеток, которая создается в 6-18 месяцев. На этом этапе появляется краткосрочная и долгосрочная память. Но если наша память уже достигла нужного уровня, почему мы забываем наше детство? Оказывается, это происходит из-за отсутствия возможности связать события со словами, так как мы еще не умеем говорить и не знаем слов, которыми можно описать какое-либо событие. Ученые выяснили, почему мы так плохо помним свое детство. Двое ученых полагают, что выяснили причину явления, которое Зигмунд Фрейд окрестил инфантильной амнезией. Они сказали, что быстрый рост клеток в центре памяти нашего мозга в первые годы жизни означает, что ключевые связи между существующими клетками разрушаются. В результате воспоминания, которые там хранятся, практически невозможно достать. Ученые, собравшиеся на семинаре, проходившем в Канаде, услышали, почему маленькие дети могут помнить такие события, как день рождения, только в течение нескольких недель или месяцев, прежде чем они исчезнут. В отличие от связей в мозгу маленьких детей, мозг детей старшего возраста и взрослых является более стабильным, что позволяет хранить воспоминания правильно. Исчезновение воспоминаний уже не раз пытались объяснить. Среди высказанных гипотез, запись новых воспоминаний поверх уже имеющихся, а также формирование устойчивой памяти после развития разговорного навыка. Тем не менее, исследователи считают, что их теория является наиболее правдоподобной. Они сказали, почему инфантильная амнезия существует уже давно, является тайной. Мы считаем, что наши новые исследования начинают объяснять, почему у нас не сохраняются воспоминания самых ранних лет. Они добавили, что есть ряд преимуществ в том, что мы не помним каждую деталь нашего детства. В детстве с ребенком происходит множество стрессов, способных травмировать его на всю оставшуюся жизнь. Поэтому это даже к лучшему, что дети могут забывать о столь сильных стрессах уже через несколько дней или недель.